Уже с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в Нижегородской области повысятся в среднем на 6,5%. В этом году потребителей услуг ждут и другие изменения. У нас вышел закон об укреплении платежной дисциплины, где у нас изменились пени за просрочку платежей, пени очень стали жестокими, я бы так сказала, ужесточились пени. Я не соглашусь, Ирина Владимировна, что сильно ужесточилась ситуация. Для части потребителей ситуация облегчилась. Как было раньше? Раньше было как. За каждые с первого дня просрочки начинали капать пени. Сейчас для жителей первые 30 дней, первый месяц пени нет. Вызывающее всеобщее негодование оплата общедомовых нужд не будет исключена из коммунальных услуг как минимум до конца года. Неясным остается и вопрос платы за отопление. Сейчас мы платим каждый месяц одну двенадцатую общей суммы. Вроде как с июля должны перейти на оплату по общедомовому счетчику. Тогда, например, летом сумма будет нулевая, а зимой, соответственно, немаленькая. То мы платим по одной двенадцатой, то мы не платим по одной двенадцатой. В настоящий момент действует нормативная база, по которой с 1.07 этого года, то есть середины года, мы должны перейти на оплату по счетчикам. То есть все, у кого установлены счетчики, с 1.07 должны платить по счетчикам. Но опять же из Москвы пришла информация, что скоро, подождите, через недельку, может быть через две, это постановление или будет отменено, или будет опять же отодвинуто на какой-то неопределенный срок. Теплоэнерго обещает жителям вернуть переплаченные деньги. Это свыше 700 миллионов рублей. Эти деньги, предположительно, направят на ремонт трубопроводов. А вот с января следующего года в платежке появится новая строка за обращение с твердыми коммунальными отходами. То есть за вывоз, транспортировку, обработку и утилизацию мусора. Связано это прежде всего с новой схемой обращения с отходами. Одним из критериев проведения в нашем городе предстоящего чемпионата мира по футболу является рассортировка мусора. Но оборудовать город специальными контейнерами и приучить людей так быстро не получится. Поэтому мусор будут сортировать на специальных заводах. Сейчас появились заводы, которые мусоросортировочные, которые готовы отсортировать мусор уже из зеленого контейнера целиком. То есть не требуется предварительная сортировка руками граждан. Ну и еще напомним, как отличить настоящую квитанцию от подделки. Сверху обязательно должны быть реквизиты оператора. И квитанция должна быть запечатана в виде конверта. А если сомневаетесь, звоните на горячую линию по телефону 2-68-10-00. Виктория Кузьмина, Максим Веселов, Объективно, ННТВ.